Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбых невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности, мира, о Духе Святом доброго всем дня и хорошего настроения. Мы, говоря про Великорецкий крестный ход, произносим такие слова, что он влияет на человеческий род, на твой личный род, выправляет род. Но правда, каждый из нас, он ведь не сам по себе, но так вот раз и появился, папа, мама и я. Чтобы человек пришел в мир, Господь на протяжении всего человеческого рода, он выстраивал, плел вот эту цепочку, вот эту косичку, я не знаю, как сказать, сеточку, поколение с поколений. Представляете, там тысячи поколений за нами есть, потому что, ну мы же как из рода в род переходим. И если бы какое-то звено в этой цепочке не встроилось, ну там прапрабабушка не встретилась бы с моим прапрадедушкой, то меня бы не было. И вот это понимание, что за мной стоят десятки тысяч людей, огромные вот эти сплетения человеческих судеб, ну это вау, это ты понимаешь, что, ну ты просто, как бы такая песчинка наверху пирамиды, которые вот там дальше все шире, 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 к основанию, там совершенно огромное количество людей находится. И это все мои сродичи, это все мои родственники. Благодаря им, аз, есмь, я существую. И во мне скоплены какие-то переплетения темпераментов, какие-то генетических кодов людей, которые жили до меня. И в каждом роде есть и праведники, и грешники, и верующие, и безбожники. Невозможно прийти к Богу, если Он не позовет. И невозможно прийти к вере, если за тебя не будут молиться в твоих сродниках. И это тоже какой-то духовный закон. И возьми любого тунгуса, якута. Он расскажет тебе о своем роде, ну там до 13-15 поколений. Русский человек, он от силы вспомнит 3-4, но если в силах максимум 5, и то там уже никаких подробностей. Нет, кем человек был, что он делал, чем занимался. И это так необходимо знать свой род, молиться за него, понимать откуда, что происходит. Недавно были в одной командировке и как раз вот в районе, где, откуда матушка произошла. И они рядышком с женщиной оказались. Матушка говорит, о, а я, у меня здесь дедушка отсюда. Она говорит, как фамилия? Ну, Меньшиков. Говорит, правда, а я составила, поскольку я здесь живу, родословие Меньшиков до 17 века. И потихонечку, потихонечку она стала присылать вот это вот древо, древо рода. И ты понимаешь, насколько даже вот простой какой-то крестьянский род, это сила, огромная сила, за которую можно держаться, благодаря которой ты живешь. И про одного прапрадеда рассказала, что он был очень крепким крестьянином. У него во владении было, ну или в аренде 50 гектаров земли, 20 батраков работало. Он очень крепко вел свое хозяйство, скотина была. Но потом пришла советская власть, все это раскулачили. И он так расстроился, что ушел и собрал казаков в Сибири и примкнул к армии Колчака. И воевал за освобождение русской земли от Красной Гвардии. Но потом оно как дальше все закончилось, он вернулся на Урал, ну не в свой населенный пункт, как Господь его помиловал от репрессий. И снова собрал хорошее хозяйство, снова много гектаров земли стал обрабатывать. Но трудом же своим, то есть не какой-то халтурой. Просто человек замечательный организатор. Его второй раз раскулачили, все забрали. Все должны быть ровными, равными. И потом уже в его деле пишется, что он не захотел сотрудничать с советской властью. Он игнорировал призывы в колхоз. И устроился в местную церковь церковным старостом и председателем приходского совета. Ну и впоследствии похоронен за алтарем церкви. То есть вот весь свой талант, когда ему не дали возможности вкладывать в землю, в свою семью, он направил для служения церкви, для созидания прихода общины. И это же, конечно, потрясающая история. Это прям история рода. Завтра родительская суббота. Сегодня вечером, завтра утром будем молиться своих сродников. Подумайте об этом. Важно, пока живы бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, максимально взять у них информацию про свой род. Хотя бы с них начать и своим детям передать. Это очень важно. Важно помнить и молиться своих сродников. Помогай нам всем, Господь. Господи сил помилуй нас.